привет привет я настя как обычно сижу в поисковых системах ищу новые интересные вопросы вопрос принцип и устройство асинхронного двигателя сегодня в гости я пригласила ярослава человека который занимается продажей асинхронных двигателей счетчиков и все электротехники если прописать в любом поисковике яндекс либо google устройство асинхронного двигателя вам выйдет множество статей со схемами которые можно читать долго и нудно но я так думаю что человек который разбирается в этом и понимает во всей электротехнике расскажет быстрее интереснее и это будет вам полезнее давайте посмотрим здравствуй ярик мне к тебе одна просьба сегодня расскажи пожалуйста принцип работы асинхронного двигателя но так как ты еще и примером принесного синхронного двигателя просто покажи на нем может быть схема какие-то расскажешь слушать тебя внимательно прежде чем рассказать о принципе работы некоторые моменты по конструкции значит двигатель состоит из статора и ротора которые разделены воздушным зазором соответственно статор и ротор состоит из магнитопровода и обмоток которые в принципе являются теми активными частями которые участвуют в процессе преобразования электрической энергии механическую все остальные детали являются конструктивными обеспечивают вращение охлаждение подвод напряжения и так далее сам принцип работы заключается в том что обмотка статора расположена в пространстве под углом 120 градусов относительно друг друга и при подаче на обмотку статора напряжение в ней образуется в ней начинает протекать ток который создает вращающее магнитное поле это магнитное поле пересекает обмотку ротора наводит в ней эдс так как обмотка ротора в коротком замкнутом виде пилищей клетки выполнена в ней тоже начинают протекать токи которые создают свое магнитное поле и вот взаимодействие этих полей статора и ротора приводит к возникновению магнитного момента который приводит двигатель во вращение хорошо ярослав я тут прочитала короткозамкнутые асинхронные двигатели пускаются в ход двумя способами разъяснитесь сэр тело в том что асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором они наиболее распространенные в промышленности по какой причине во первых у этих двигателей не очень надежны у них отсутствует щеточный контакт к недостаткам можно отнести высокий пусковой ток для того чтобы его сгладить эти пусковые токи при пуске ну первый способ это прямой пуск при котором пусковые токи всем раз выше номинальных второй способ пуска это пуск при пониженном напряжении когда мы при пуске переключаем соединение обмоток со звезды на треугольник то есть пуск происходит при соединении звезда и когда двигатель набирает свои номинальные обороты обмотку переключаем на треугольник таким образом снижая пусковые токи раза в три ярослав бы тут такое мнение что асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором является самым надежным и в то же время самым дешевым самый дешевый всегда наталкивает на то что какие недостатки это недочеты есть почему как я же говорил к преимуществам можно отнести дешевую стоимость и высокую надежность в нем в отличие от других электродвигателей отсутствует щеточный контакт это большой плюс ну конечно если есть достоинства есть и недостатки к ним относятся высокий пусковой ток и низкий пусковой момент спасибо тебе ярослав я если честно ничего не поняла но пользователи которые будут искать принцип работы синхронного двигателя я думаю что найдут эту информацию полезной потому что ярослав толково рассказывает смотрите наши видео лайкайте и рассказывайте друзья с вами была анастасия и ярослав пока пока